Есть жизнь после коронавируса. С этой фразы губернатор Сергей Морозов начал еженедельное заседание штаба по комплексному развитию региона. Глава области отметил, что решение требует вопрос, не связанный с эпидемией. Что же касается ситуации с коронавирусом, то она сложная, но прогнозируемая. Так ее характеризовал губернатор. Свою лепту внесли майские праздники. Назвать положительным их результат нельзя. Губернатор призвал более пристально следить за ситуацией в муниципальных образованиях. Кроме того, Сергей Морозов поручил создать комиссию, которая проследит за выдачей социальных выплат. С 1 июня семьи с детьми начнут получать помощь. Она будет оказываться как по поручению президента, так и по указу губернатора. Мы должны будем проработать так вопрос, чтобы поговорить с каждой семьей. Получили ли они деньги? Если не получили, то почему не получили? Достаточно ли это для того, чтобы вот сегодня, так сказать, в этой сложной жизненной ситуации, значит, вот получить эту поддержку от государства или от региональной государственной власти? Или недостаточно? Обратил внимание губернатора на дополнительные выплаты медикам. Все они обязательно должны дойти до получателей. Так, на 167 миллионов рублей увеличен расход на 2020 год территориального фонда обязательного медицинского страхования. Доходы выросли на 82,5 миллиона рублей. В основном, за счет федеральных поступлений. Большие средства, 171,5 миллиона рублей, выделяются президентом для нашей Ульяновской области непосредственно на софинансирование оплаты врачей, медицинского персонала. И, кроме того, 70,5 миллионов рублей выделяются тоже на непосредственно оплату врачам тем, кто будет своевременно выявлять онкологические заболевания. И, соответственно, данная оплата будет осуществлена. А вот доходы консолидированного бюджета за 4 месяца года упали на 705 миллионов рублей по сравнению с планом. Поэтому показатели Ульяновской области находятся на 10 месте в Приворском федеральном округе. Идет снижение налоговых и неналоговых сборов. Но при этом ряд предприятий сумели закончить четырехмесячный период даже с плюсом. Основные налоговые потери пришлись на апрель, когда действовал режим нерабочих дней. Мы стали регионом, в котором в одном из наибольших степней снижается объем доходов. Это зафиксировано и на уровне Федерального министерства финансов. И, соответственно, вот в настоящее время мы ожидаем распределения дотаций на соответствующие цели, связанные со снижением объема доходной базы, которые будут компенсировать нам вот такие потери регионального бюджета в целях недопущения срыва в исполнении социальных обязательств. Например, доходная часть бюджета выросла почти на миллиард рублей за счет выделения федеральных субсидий. Они пойдут на выплаты для детей от трех до семи лет, поступают в бюджет и средства для благотворительных организаций. Продолжает формироваться областной резервный фонд. Перераспределение средств позволило направить у него 600 миллионов рублей. Это был как раз первый транш, когда еще, собственно, не было федеральной поддержки. Данные средства были перераспределены в резервный фонд Ульяновской области для закупки средств индивидуальной защиты, для обеспечения коечного фонда. Завершается учебный год для учащихся 9-11 классов. В этом году девятиклассники закончат год без выпускных экзаменов. ЕГЭ для 11 классов перенесут на более поздние сроки. Последние звонки прозвучат 25 мая в дистанционном режиме. С выпускными ситуация сложнее. Мы разработали по девятиклассникам уже график. В каждом муниципалитете он есть. Дети по графику будут приходить в перчатках, в масках с соблюдением всех требований для получения аттестата. Дистанции, к сожалению, аттестат мы вручить не сможем, а он нужен будет в последующем для поступления в среднепрофессиональное учебное заведение. Ровно так, чуть позже, мы планируем поступить с 11-классниками. А вот традиционного праздника выпускников на главной площади Ульяновска точно не будет. В этом году взлетная полоса отменена. Здоровье детей важнее, чем проведение праздничного мероприятия. Егор Титов, Александр Кудряшов. Новости Управда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова